Сто фотографий, документов и портретов, рисунков и литературных цитат. Первое, что привлекало внимание посетителя на стендах передвижной выставки «Как слово наше отзовется». Организаторы дали фотодокументальной экспозиции еще одну название – «Литературно-краеведческое». Оно и понятно. Вернисаж отобразил весь путь становления белорусской словесности через призму истории. Начиная от Туровского Евангелия, первые книги, созданные на нашей земле, заканчивая творчеством наших современников – писателей, поэтов и журналистов. У нас язык и русский, и белорусский язык, и поэтому даже вот уважая все, что здесь у нас есть и было, даже название выставки мы взяли слова Тючева, Федора Ивановича, русского поэта. Он не был профессиональным литератором, но его любил и толстой, как Пушкина. И, знаете, вот смысл весь этой выставки просто заложен буквально в двух строчках. Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. На презентацию фотодокументальной выставки были приглашены представители литературного общества города – известные журналисты. Словом, люди, которые своим изысканным и оригинальным слогом обогащали литературное наследие нашего края и продолжают это делать сегодня. Это замечательная идея, когда ты стоишь вот здесь, на этой выставке, и чувствуешь, что вот там история, там дальше, впереди еще край непочатой работы, чтобы не разрывалась эта ниточка. Завершающим аккордом презентации выставки стало выступление фольклорного коллектива из Остремечерской школы искусств, участники которого на народных инструментах исполнили старинные обрядовые песни. Фотодокументальная экспозиция в первую очередь нацелена на школьную аудиторию. Уже на этой неделе познакомиться с выставкой, проследить все этапы развития белорусской словесности смогут учащиеся первого лицея имени Пушкина, а впоследствии и других учреждений образования города.